И вот у нас, пожалуйста, первый котел, мы видим, что у нас аварийная сработка. Во-первых, отработает автоматика котла, чтобы не было у нас чрезвычайной ситуации, то есть прекратится подача тепловой энергии. Котел уйдет на перезагрузку, если это не критический параметр, и он сам себя перезапустит по новой. Повода для беспокойства нет. Сейчас в этой твердотопливной котельной ведутся пусконаладочные работы. Оборудование тестируется во всех возможных режимах, в том числе и аварийных. Все автоматизировано. Котельная построена за счет банковского займа. Рабочая смена, кочегар, мастер, оператор. Автоматизация производства требует и высокой квалификации работников. Помимо отображения информации в электронном виде, есть возможность и визуального контроля процесса горения. Для этого предусмотрены смотровые лючки. Мы можем наблюдать, как горит топливо и распределение пламени внутри топки котла. Температура здесь разгорается до 900 градусов. В качестве основного вида топлива – местная древесная щепа, что позволит сэкономить потребление газа. Еще один плюс – котлы белорусского производства. Здесь 3-4 мегаваттных котла. То есть общая мощность котельной составляет 12 мегаватт. Этого более чем достаточно, чтобы бесперебойно обеспечить теплом развивающийся район застройки по улице лейтенанта Рябцева. Также железнодорожную больницу и прилегающие объекты. Либо, иначе говоря, даже небольшой районный центр. Важный вопрос – экологичность. Такие современные котельные безопасны как для работников, так и для жителей близлежащих районов. Тут имеются, помимо самих котлов, рукавные фильтры, которые минимизируют вредные выбросы в атмосферу. То есть даже если мы можем посмотреть, у нас в работе находится один котел, а дыма из дымовой трубы мы не наблюдаем. Объект в перспективе будет находиться под мониторингом экологических служб. Эти экологические параметры строжайше отслеживаются, поэтому же в этом плане жители могут быть спокойны. В текущем сезоне в области, помимо Бреста, к работе готовятся еще две таких современных твердотопливных котельных. В Барановичах уже подписан акт ввода на аналогичную котельную мощностью 6 мегаватт. Завершаются работы и в Ляховичах на объекте, мощность которого составит 10 мегаватт. Если говорить в целом, по теплоэнергетической отрасли у нас процент готовности составляет около 90%. По жилищному фонду подготовлено также около 93% жилых домов. Заменено 73% теплотрасс из запланированного количества. Выполнен капремонт 80% котлов. Заменено практически 98% котлов, уже устаревших на современное. Всего на балансе городских и районных организаций ЖКХ 599 котельных, которые участвуют в теплоснабжении потребителя. 70% произведенного тепла идет на нужды жилого фонда. Оформление паспортов готовности теплоисточников и потребителей завершится в области до 1 сентября. Вероника Яковец, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».